приветствую всех на канале мотковод с вами я юбак игорь но машеньке привет моей любимой жене машеньке сегодня что у нас сегодня среда 27 число сел себе отдыхаю немного вот на такой ракурс выбрал и решил ответить на пару вопросов снимать но мама там занята он кстати ходит где-то и хотел ответить на пару там вопросов которые задавали но задавали первый вопрос конечно по поводу рассказать про машеньку ой рассказать про машеньку ну ребята шо про машеньку машенька лежит на пятницу у нас назначена как бы роды но кесерово сечение так что в пятницу будем рожать вроде бы все хорошо доктор никаких замечаний не делает все хорошо все нормально дальше что еще хотел ответить много людей спрашивают меня про суш как я храню суш ребята суш кстати видите видим крыша не закрыт по поводу суши как я храню суш значит ребята суш храню как по большому счету я ее так-то специально не храню потому что ну как бы пакеты продались ну суши как бы подложилась ну как до чего веду все рамки лишние как бы в уликах лежат ну как бы уже до холодов после того скорачивается и уже вот под навесом в корпусах лежат вот так в корпусах лежать зимой ничего страшного там никто ничего не заведется и стоит так весною опять же в при расширении расширяется эту сушью как бы и в семье и никакой проблемы с этом не имею иногда ну бывает что как бы стоит чуть дольше или там в домику лежит заводится моль но видно что начинает паутинка быть что я делаю с этими рамками ложу их морозильник кто видел меня в домику лежит морозильник специально для этих дел ложу в морозильник на ночь она морозится и вынимаю все после этого нормально так какой еще вопрос какие еще были вопросы кстати делал сегодня ревизию ну по наличию кормов но везде все меня вполне устраивает так что ну как подкормление пошло им на пользу то что подкармливалась запаслись немного кормом потому что у нас холодно холодно и ну вот такая погода никакая градусов можно 15 17 холодно тучи и вот такая погода так что взятка нет никакого ну и пчелы особо и не летают вот видим ну правда сейчас уже 6 часов вечера но они и днем особо не летали там немного было солнце выглянуло и пчелы немного полетали и так друзья что еще вопрос был по поводу по поводу а кольца я недавно был с кольцом и но теперь кстати ребята без кольца вот потому что ну кольцо я одеваю как бы всегда а почему его снял потому что ну когда пчелы кусают в руки то может попухнуть и потом не сниму я обычно как бы на сезон так снимаю их его а потом зимой опять одеваю а теперь недавно одел ездил в гадича делаю и был как бы на учебе с кольцом пришел вину и так его и не снял и в пару роликах получилось кольцом вы меня увидели а об этом кстати я говорил в начале еще сезона когда я работал я как раз но спрашивал в роликах и чину снимают ли другие пчеловоды кольца потому что я ну я снимаю потому что есть в практике такое что попухнет и придется резать или кольцо или ну или палец дальше какой еще был комментарий комментарий был по поводу видеокамеры ребята что там с видеокамерой как дела с видеокамерой нужно еще отвечаю так видеокамеру я заказал когда придет покажу что за то как ну что то какая видеокамера всех благодарю кто конечно скинулся ну конечно да народ у нас такой как я понял ну особо короче кто негативно к этому делу отнесся кто кто нейтрально но кто это конечно положительно такие люди есть их конечно немного ну я конечно думал что люди будут более активные но все равно ну как как есть я доложил как и говорил что доложу ну доложил я конечно больше доложил я не 10 процентов на камеру а доложил доложил я озвучивать ничего не буду нисколько стоит не камера ничего не буду озвучивать так как я думаю те люди которые скинулись им это значение не имеет потому что когда сбор шел денег на камеру я предупреждал если хотим скидываться так что потом без всяких упреков и без всяких всяких потом разговоров скинулись а купили и пользуемся а потом чтобы упрекать это не надо так что а больше всего это интересует людей тех которые не скидывались по большому счету потому что те которые скинулись им я думаю что самое главное чтобы я их не подвел дальше снимал ими рассказывал что-нибудь интересное так что думаю так а ну давайте закроем потому что крыша мне спокойно не дает я их вчера подкармливал эти семьи нет сегодня их подкармливаю вру сегодня сделал тут эту ревизию в этом ряду и сегодня им подкормил подкармливать вчера этот ряд потому что но я знал что я его сегодня не успею сделать и я его вчера подкормил а этот ряд утром сделал так как погода нету сегодня же дал утром сироп а кстати ребята по поводу подкормления потому что вот я показываю что надо подкармливать когда пчелы ну нет взятка но смотрите ребята тоже чтобы вы не наделали делов никаких подкармливать надо но вечером вечером потому что я уже неоднократно слышу что подкормили и семьи ограбились началось воровство и пограбили 7 разбили 7 так что ребята кормить надо вечером кормить надо вечером и желательно им столько давать чтобы они за ночь забирали чтобы они за ночь забирали потому что ну я то вот в этих кормушках уверен что они не протечут и особо никого не спровоцируют а у ну потому что я из практики знаю кто в чем кормит кто в пакетах пакетах целлофановых кто в ведрах кто в каких-то там деревянных кормушках это все течет протекает и вы накормите это все потекло начало с улика капать пчелы ну соседний их пасек или соседних ульев это занюхали и разбили семью так что осторожно с кормлением очень осторожно с кормлением потому что можно будет потерять мама кстати идет нуклеусы кормить наверное ждала когда я вынесу ведро мама привет ждала когда я забыл что я должен был ведро принести и так друзья там нуклеусы поделали много ревизию и сейчас сейчас их надо тоже подкормить так что ребята если кормить это кормить и кормить и вечером кормить вечером потому что опасно кстати тоже вот снимал ролики по поводу этих ну болячек свое видение про болезни и после этого начали люди как бы звонить и спрашивать ну прихожу к тому мнению шоу большинства людей ну как не то что большинство люди пчелы болеют болеют и но ну к чему как бы это правильно сказать но вот то чтобы все там кричат что не болеют не болеют у всех они болеют ну как болеют просто в каждом регионе есть и какие-нибудь где-нибудь проблемы так что звонят много откуда и вот спрашивают и и как как все-таки лечить а шо я лечить и особо то и подсказать то не могу но рассказываю как могу самая хорошая профилактика для лечения это покормить и скоротить а если уже есть необходимость все-таки надо принимать антибиотик мама что-то шумит не дает мне снимать ладно друзья вроде бы ответил на такие вопросы которые часто задаваемые буду на сегодня заканчивать подписываемся на наш канал кому нравится лайки кому не нравится дизлайки все всем пока вы не забудьте подписываемся на наш канал